В ряде моих заказчиков. Там все быстро идет, да, там понятно, что команда есть у себя и все эти решения, они мне нравятся. Меня интересует, есть вопрос, скорее, отношений между вами, как исполнителем и заказчиком, как вы влияете на продукт и как вы убеждаете банк, IT, безопасность, юристов и прочие там службы, которые кормятся на всем этом, в том, что именно это сейчас тренд, именно это себя оправдает и вернет банку там и доход, и привлечет нового клиента. Вот такой вопрос. Спасибо. Ну, первое, как все это происходит, влияние перед тем, как предлагать какой-либо инструментарий, даже пусть сейчас банк его реализовать из-за технических возможностей не может, например, не готов просто IT. Допустим, мы изначально делаем все-таки ресерч-аналитику существующих интернет-банков. Мы производим у банка контроль и закупки, как с точки зрения юридического, так и физического лица. Ну, то есть мы используем живую банку, смотрим, как вообще он на меня реагирует, какие есть инструментарии, после чего, соответственно, вычленяется то, что есть уже, либо в той там, ну, либо к полной мере, либо все-таки мы понимаем, что этот инструмент уже где-то есть. Но это начинает прилагать. С точки зрения каких-то поведенческих факторов, там, не знаю, как гимификация, гимификация, да, это идет в основном именно общение с продуктами, да, к примеру, ну, для именно продвижения продукта. То есть мы понимаем, какие бизнес-задачи, то есть заказчик именно рассказывает, какие перед ним стоят бизнес-задачи, сколько он хочет в дальнейшем, к примеру, заработать там денежек на том или ином продукте, мы начинаем над этим работать. Ну, то есть это такая, больше, наверное, командная работа, нежели мы, как агентство, предложим кучу-кучу идей, которые в дальнейшем никак нельзя реализовать, ну, то есть это как гимфические стопы. Нет, именно идет полное общение с бизнесом, как, ну, то есть вот, да, уровень обязательства, не задать направление. Спасибо, Иван. Вы поняли, что бюро полной конвенции с банками живет, а сейчас мы зайдем на этом послушаем дату. Давайте аплодисменты. Спасибо. Послушаем Михаила Тюрму, который традиционно нам расскажет про гармонию со страховыми. Всем привет, спасибо, что пришли, послушали нас, как мы рассказываем, просто опыт, делимся и работаю в агентстве Агима, и так получилось, что в последнее время из всех клиентов, у которых есть, там, берет страховые инвестиции, это больше страховые, и вот, нам видела одну особенность, и транспортиков, просто потому что активность, которым больше было общается, и есть такая, то есть у них реальность, есть какие-то мечты, давайте об этом поговорим. Наверняка все сталкивались со страховыми продуктами, ну, покупали там путевки, например, за рубеж, покупали, у кого машина есть ОСАКО, правильно? Есть же такое? Есть еще куча всяких аббревиатур, которыми любят страховщики говорить, они вообще, в принципе, любят язык свой какой-то, который не только и понятен, они пишут на полисах об этом, в правилах договоров и так далее, в общем, ребят хорошие, как бы, не расстраивайтесь. Вот, какая же особенность есть? Есть рынок именно интернет-продаж страховых продуктов, и он довольно-таки большой, несмотря на то, что у нас очень низкая реальная финансовая грамотность заселения, это, верно заметил Иван, это большой бич, и об этом сейчас думают не только страховщики банки, но и в принципе, там центральный банк, вот недавно состоялась покупка на такой проект, в котором называется «Рентинансовая помощь», который будет объяснять, зачем, как бы, есть кредиты в банках, что такое депозиты, счета и так далее, и помогать работать с страховыми условиями. И вот, посмотря на все это, рынок онлайн-страхования, он довольно-таки большой и объемный, и ключевые игроки на него замеряют свою, там нет такого понятия, как «продажа», сейчас тоже немножко об этом объясню, там есть такое понятие, как «сбор». И они сбор изменяют, ну, кто-то, прям, сотнями миллионов рублей, вот, а кто-то уже и миллиарды. Соответственно, то есть, термин большой, он растет, и в нем есть определенный такой тренд позитивный, вот. Но есть некая особенность в страховании, в том плане, что здесь мало продать, тут нужно еще продать именно тому человеку, который потом тебе с меньшей вероятностью пронесет в путь. Потому что полис стоит, грубо говоря, тысяча рублей, а страховая сумма, ну, страховое покрытие, которое он выкрывает, это, там, в сто раз больше. То есть, соответственно, чтобы отбить, грубо говоря, такой вот дадим в путь, так нужно продать там сто с лишним полисом. Поэтому есть такая специфика продаж. О ней еще потом чуть подробнее тоже поговорю. Что же сейчас куда рассматривают вот все страховщики, интернет-маркетологи, в какую схему? Ну, в принципе, это касательно, мне кажется, не только страхового бизнеса. Естественно, это что-то узнать о своем клиенте, намного больше, как бы, собрать свою информацию, узнать еще до того, как он стал клиентом, да, то есть кто-то там посмотреть, погадать. Вот, соответственно, из всех таких каких-то новинок технологических сейчас все кричат и говорят про Face ID от Apple. Потому что, ну, сейчас, понятное дело, ты только вешаешь инструмент авторизации, подтверждение транслакции, да, в Apple Pay, и там, расплокируешь где-то iPhone X, который еще на нашей стране продается. Но, скорее всего, через, там, буквально пару лет за Face ID можно будет какую-нибудь кудышку получить. Если ты зарегистрировался через Face ID, потом ты пришел, значит, в такой офис, когда Face ID зарегистрировался в личном кабинете на сайте, потом, когда что-то пообещали, приходишь в офис, а тебе еще какое-то индивидуальное предложение дадут, да, я правильно. Ту самую макональность, которой ни у кого нет, ну, прям, очень слепанно была, наконец-то, у кого-нибудь. И была хорошей. Что еще? Естественно, нейросети. Нейросети уже сейчас активно используются финансовые принципы, только страховые в том числе. Ну, пока это еще, как бы, тоже большей частью прототипы. Какой-то прям такой промышленной хорошей эксплуатации. Где еще идти? Может быть, я просто не знаю, но, скорее всего, нет. Потому что с тем, что я работаю, эти кучи выберки, рынок у них. Пока это нигде, ну, именно промышленная эксплуатация. Это только прототипы, но они, ну, явно, позволят нам автоматизировать работу по центру. То есть, там вопросов типовых очень много, можно это с помощью бота решить, можно это с помощью голосового бота решить. То есть вопросов нет. В принципе, underwriting – это именно формирование тарифов в страховании. В принципе, вообще, тоже можно доверить этим ребятам, потому что они, ну, то есть машина. Потому что обработка большого массива данных – это как раз та задача, с которой они очень успешно справляются. Ну, в принципе, дальше машин будет больше, и как бы не только в страховании. Тут ничего нового нет. Криптовалюты, да, все о них сейчас говорят, задумываются, фантазируют, но на самом деле я больше вижу здесь не какой-то инструмент для страховщиков с точки зрения интернет-маркетинга и вообще. А больше именно какое-то страховое поле, вот новое как бы для них область. Потому что, допустим, где-то в каких-то новостях в сети, которые больше похожи на слухи, но их слишком много, возможно, ради того, что это правда есть. В Японии какая-то из бирж криптовалюты уже страхуют свои переводы. То есть там уже появился страховщик, готовый страховать какие-то транзакции. Почему нет? Ну, интернет-вещеры давно-давно среди нас. Страховщики наверняка все знают, есть такой у них продукт – дилематика. А вообще есть что-нибудь в страховых зале? Нет? Ну, брокеры тоже понимают, что такое вот дилематика. Либо это устройство, либо это сапферная штука, которая на смартфон ставится, она анализирует твой стиль вождения, потом как-то резко ускоряешься, терматишься, перемещаешься и так далее. И зависит. Это же он там субтерметрии передается, страховые, и через год тебе говорят, «Слушай, ты что-то лихачил на своей голове, как бы делаешь этот повышенный тариф? Это в три раза дороже каски, и вообще пошло-то было бы, у тебя не будет страховать». Либо, наоборот, это может привлежный водитель, и вот тебе скидка, там передали перполагаться. Помимо этого, всякие бразведы, трекеры тоже используют страховщиками, в корпоративном страховании проводятся такие хаос-игры. То есть хаос-минжмент – это такая трендовая тема, и, в принципе, это правильная штука. Вот. Это уже все есть, и будет дальше развиваться, и нет, как бы только раз. Вот. Это все такое прекрасное диджитал-будущее, которое ждет все финансовые институты, нашу страну, всех страховщиков. Но есть вот некоторые моменты, которые мешают, особенно… Ну, я, например, страховщиков говорю, есть, они мешают не только им. Что же это за моменты, да? Ну, естественно, когда у тебя есть offline жирный канал, у тебя происходит каннибализация каналов, и отсутствие той самой униканальности. И это большой ВИЧ, который иногда прям, вот, реально, ты запускаешь какой-то новый продукт, а он уже продается в offline, и там хорошие сборы, и как бы все хорошо. И ты такой, вот, мне нужно вложить здесь X, чтобы отбить за год этот, там, какой-то 2X. При этом у тебя в offline собирается, там, 100-500 X. Ну, то есть, как бы, есть измеримые такие вещи, и из-за этого очень хорошие проекты. И вот из самых страховщиков они, как правило, погибают. Вот. Ну, и плюс это в свой цифру к тому, что, в принципе, зачем исследовать, как в онлайне моя универсия с моим продуктом работает. Зачем мне это надо? У меня есть партнеры, у меня есть дилеры, я продаюсь из них свои, там, полисы, на которых написано на моем языке то, что мне нужно написано. Ну, они говорят, они даже не знают, что у них есть мое страхование. Сижу в потолок пыли и зарабатываю, как бы, есть такие страховщики, которые будут исключительно через дилеры распространяют свои продукты. В принципе, ничего плохого-то нет, они сейчас там думают про то, как сделать крутой сервис. То есть, если все-таки понял, что у него есть страховка, я поставил приложение, зашел в личный кабинет, ага, блин, круто, действительно, мы будем здесь пользоваться и так далее. Вот. В e-commerce как? У тебя, как правило, есть онлайн-продажи, ты в них вкладываешь, у тебя есть аналитики или департамент аналитики. Вот. И, соответственно, у тебя есть все там настроено, грубо говоря, хотя бы интерфейсно, там, Google Analytics, да, есть конверсионная воронка, где ты видишь, кто пришел, зачем пришел, в разрезе канала, в разрезе рекламы и так далее. Ты понимаешь, там, что происходит, у тебя есть гипотезы, какие-то эксперименты, ты все время наращиваешь конверсию, как бы живешь сейчас. Вот. У страховщиков есть проблемы. У них есть гипотезы. Это такой некий отложенный эффект, когда ты продал, как я и говорил, да, там, продал, там, грубо говоря, 10 пользователей по 1000, а ты один, всю твою прибыль купил. Поэтому есть сборы и есть гипотезы. Поэтому, как бы, ищется вот этот тот самый клиент. Но, при этом, есть тоже ограничение такое, что у тебя большой оффлайн-канал, там, ну, несравнимые сборы с твоими, диджитальными, так сказать. Вот. И тебе говорят, так, у нас, короче, есть нормальные клиенты, которые, ну, по нормальному распределению, по мотостатистике считаются нормальными, они выросли меньше всего убытков, но это все данные на основе, получается, большинства оффлайн-продаж. То есть, никак не разрезит твои продажи. И тебе тут приходится только думать, ага, странный какой-то такой портрет пользователя, ну, ладно, ты с ним работаешь. Но, при этом, чтобы действительно, как в японии все настроить, чтобы все было четенько, нужно чуть больше, чем просто Google Analytics, потому что тебе нужно еще подцеплять как раз данные по убыткам к данным по продажам. И делать это нужно пополисно. Тут еще больше нужно как бы тех стек, чтобы это все делать. И еще с большим количеством парадок. Это все приводит к тому, что закупаются какие-то невероятные системы, которые, ну, больших вендоров, типа IBM, Oracle и так далее, которые стоят невероятных денег, поддержка, развитие тоже. И это все, соответственно, как бы дает. Во-вторых, в принципе, в диджитаре вообще есть такая проблема, что не у всех есть отдел аналитики. Не у всех есть аналитик. Да вообще, там, хоть кто-нибудь, что-нибудь понимающий в этом. Есть какой-то маркетолог, который, на нем, какое-нибудь агентство, которое, так, вот, ставь, короче, текаре-маркетинг, интернет-аркетинг, и все будет хорошо. Это все, как правило, приводит к тому, что, ну, интернет-аркетинг нужен, поставил вход и все. Приводит к тому, что очень слабая работа идет именно с онлайн-каналом, с пользователями, которые, на самом деле, как бы растут и прогрессируют. Ну, не знаю, то есть нет ни исследований, ни продуктов, ничего. Даже динамический реманкетинг, в принципе, вещь несложная. Ну, ни комнате не особо научились с ним работать, если честно. Страховщики так еще лучше. У меня почему-то бывший мобильян. Может быть, это, там, злость. Предлагает мне выпить страховку, уезжающий за рубеж, когда я за рубежом. Вот всегда. Вот только я за рубежом уезжаю, и достаток мне сразу передает привет. Может быть, там, лично что-то, ну, не знаю. Обиднее всего было, как раз, ремаркетингу в этом лете. Ну, там, по тех, кто был в квартиру, все хорошо. Классный застройщик, все у меня там на уровне. И вот прям в день, когда банк перечисляет эту космическую сумму на счет застройщика, за квартиру у меня приходит такая смс. Ну, типа, мало, может, у меня еще есть такая сумма. Может, я еще на 20 лет куда-нибудь залезла. Почему бы нет? Обидно, на самом деле, потому что вроде все хорошо, все прекрасно, а на таких простых вещах люди спотыкаются. При этом, да, все говорят про нейросети, говорят про блокчейн, дикдаты и так далее. То есть, я вообще-то к тому подвожу к итогу, да? То есть, даже если когда-нибудь предпотратиться, внедрить какую-то крутую штуку на лондон, чтобы PSYG или еще что-то, ну, это будет очень смешно. То есть, ты придешь поезд твой, там, с iPhone X3, там, не знаю, подмигнул, там, зарегистрировался в личном кабинете, потом приходят в офис и говорят, слушай, ты, короче, такое ощущение, что у нас не купил все-таки машину, купи ее, а он уже с двумя. Вот. Надо думать про элементарные вещи, потому что они основа и база большого красочного будущего. У меня, в принципе, все. Спасибо. Если есть вопросы, давайте. Сейчас, момент. Потом мы все знаем, где ты живешь. Я спросил сзади. Здравствуйте. Если все так плохо с паркетологами, с паркетологами, что можно сказать об агрегаторах страховок, которые, в принципе, должны на этом зарабатывать, должны это понимать, читать, продавать? Поскольку сейчас, я просто не знаю, что он сейчас развит в России, есть ли возможность зайти туда с самим продуктом, с агрегаторством? Ну, смотрите, я, во-первых, немножко поправлю. Может быть, и так получилось, что я эмоционально заплатил. На самом деле, все плохо, потому что, если говорить о каком-то уровне, сравнивать не с Яконесом, может быть, даже не с банками, неплохо все у ребят. У них все хорошо, они молодцы, они стараются, они делают, допускают ошибки, все выглядят нормально, и в коем случае не делают то, что у них все плохо. У них все нормально. В принципе, так же, как и у всех. Это и вырывает. Вырывать не только страховщика. По поводу страховых агрегаторов. Их, на самом деле, очень много, и чем-то удивить, если честно, надо, с точки зрения агрегатора, да? То есть подборщиков страховых очень много, действительно, уже на рынке. Удивительно, что пока еще никто из больших агрегов, типа Яндекса не сделал такую штуку, хотя у них идея давно-давно пролез была. Вот. Туда можно с чем-то лезть, но нужно придумать какую-то фишку, какую-то киллер-фичу, которая действительно заставит людей пользоваться твоим сервисом. Даже не про интерфейс, речь именно про процессорсовую задачу. Представитель брокера не хочет? Кто участвует в дискуссии? Да. Есть вопросы еще, коллеги? Нет. А вот. Привет. А вот в своем выступлении ты не рассказал про зарубежные какие-то кейсы. В частности, Америка, она же всем известно, что уже там страхуется практически все, даже какие-то нереальные вещи. Вот. Вы катите шагнули в онлайне? Расскажи про это. Да, я специально стал затрекивать кейсы про Америку. На самом деле, Америка не самая такая продлинглая страна в области страхования. Вы удивитесь, в Колумбии очень сильно развиты страховых компаний. Вот в этой стране, где можно выйти на русский адрес, там страхование вообще очень сильно развито. Почему? Потому что у нас очень разный менталитет. Смотрите, вот у нас, в принципе, как бы про пенсии, которых у нас в государстве, грубо говоря, нет. И, ну, свои пенсии в той же Америке люди с 12 века разобачиваются сами. Не работа дать не хватит. У нас вот эти ежемесячные, там, отправляют на газы и так далее. А они сами. Разный менталитет. И там, в принципе, с точки зрения онлайна, наши страны тоже очень разные. Это то же самое, что там, сравните Россию, Америку и Китай, вот именно с точки зрения, совершенно разные миры. Поэтому здесь немножко нелевантен опыт там. Да, там тоже есть развитие в онлайне. Там они тоже за персональную выдающую опыт. Ну, то есть там, в компании «Гейка» давно-давно уже делают такие подсказочки, что ты что-то выбираешь, вводишь адрес, ну, допустим, ты сбракуешь в своё жильё, в свой дом. Чего-нибудь. Троганная картина еще. Но они тебе говорят, на твоей улице, ух, типа, пять наших клиентов уже стряхивают дома. То есть, типа, м-м-м, ничего себе, они доверяют. У нас пока этого нигде не видел, но, в принципе, тоже всё к этому идёт. С точки зрения каких-то технологических прорывов, но он примерно на одном уровне все находится. То есть, ну, я не знаю, в Америке, как бы, это НПП такая штука, как бы казалось, там нам должно быть, и где, на самом деле, там до сих пор, да, прокатывает эти. Так что, как-то так. Много детей не дают прокатывать. Ещё есть один вопрос, последний, вы тебя отпустили. Можно ещё вопрос, поскольку там выходят беда, и так далее, то есть, обычно возникает идея кастомизации проектов, то есть, типа, в робот, то есть, тут, речь шла о основном продаже стандартизованных пользователей. Вообще, вот, движение есть в сторону кастомизации, типа, я хочу застраховать свою собачку от потери плока шерсти на ум. То есть, абсолютно индивидуальный продукт, то есть, есть, говорят, что Digital не даст такой продукт, не имея большой базы с строковым случаем. Да, есть это движение, все строковщики тоже этого хотят, но, к сожалению, опять же, это всё статистика, и пока это не такой объём данных, чтобы можно было кастомизировать строковый продукт настолько, что, там, потеря брока у собаки, то, блядь, то нужно сразу оценить его, будучище, что всё равно это даритную сетку, накинуть каких-то ещё рисков, так, чтобы этот продукт был каким-то более-менее удобным. Вся эта индивидуализация есть, но сам продукт сложный, опять же напомню, финансовая грамотность у нас, у нас люди, что такое франшиза, как бы страхование, не просто не могут объяснить, что такое франшиза, понимаете, что это то, что, в принципе, страховая, ну, если будет, то это сумма, то я сам это говорю, что свежая страхование начнёт покупаться, они не могут это объяснить, не понимают, поэтому сформировать свой тариф, из каких-то рисков набрать, он крайне тяжело нашему человеку, я думаю, что когда-нибудь это будет, и многие страховские делают, такие конструкторы, такие кофт, у них точно на сайтах есть такие конструкторы, прям можно собрать, ну, открыли математики, правда, но мало кто приходится, судя по аналитике. и так далее. Давайте... Может это... Да. Тогда в куларах? Да. Не в куларах, просто в конце сети. В конце сети, да. Спасибо большое, Михаилов. Спасибо. Сейчас мы послушаем Константин Чур с... ну, просто космические корабли, только в небольшом театре. Энергетики, и так далее. Прошу. Поставьте, пожалуйста. Поставьте, пожалуйста. Встречу. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу перед тем, как начну выступление, поинтересоваться кто близок к финансовым технологиям в присутствующей сзади. Скажите, пожалуйста, кто понимает, что такое интернет вещей? Хотя бы слышал об этом. Ну, вот я сегодня хочу рассказать и про финансовые технологии, и интернет вещей, и как это все между собой взаимодействуется, и как финансовые интернет вещей движутся к финансовым технологиям. В общем, и так же расскажу на примере нашей компании в области интернет вещей, как мы их занимаемся. Ну, на сегодня мы знаем, что появляется на рынке очень много автономных датчиков. Даже в нашем спортом на смартфоне все больше и больше с каждой моделью появляется. появляется новый стандарт связи с низким энергопотреблением. Это Low Power of Wild Area Networks L2-1, который Лора, может, что-то слышал. Это Bluetooth с низким энергопотреблением. Это RFID, мы много пользуем сейчас. И появляются шестоковые операторы стандарты L2-1, и L2-1. Это тоже лентом вещей. На прошлом году уже на конференции интернет вещей в Москве приезжала американская компания и предлагали люди эти чипы в группу уживлять. Но сам стал свидетелем. 60 человек согласились просто для бога на себе подкнуть эту дачу иголкой большой. Смотреть не совсем приятно. перед этим хотят, пока это смешно, а в будущем может станет реальностью. Apple Pay перейдет и Hand Pay какой-нибудь. В биометрии у нас не только сейчас же отпечатки пальцев, камеры снимают везде. Радужная Радужка глаз тоже является инцесс-модификацией. Программные агенты то есть некоторые машины со встроенными чипами уже начинают у нас какие-то решения принимать. И также нано-технологии развиваются сейчас активно в мире, в том числе в России. Это ведет минимизация датчиков. Может, уже телефон не понадобится в голове, у нас будет встроенный смартфон с каким-нибудь уникальным интерфейсом. Хочу показать, что в мир движется уже тоже банковский сектор. И скоро будет все больше и больше решений интернет-оречей для банков и финансовой технологии. Например, Intelligent Environment они являются организаторами сообщества европейских банков. То есть, компании есть, например, устройство по блоку, которое подключается к счету и сигнализирует электрическим разрядом, если мы начинаем тратить больше денег. Иван, например, сегодня рассказывал, что системы банковские могут помогать напланировать финансы, а это помогает рукой сдернуть товары, если мы лишнее что-то хотим взять. Ну и также у них Interact IoT есть. Сейчас скажу. Interact IoT это устройство, которое к счету к устройствам подключать будет. Умные холодильники уже закупки сами делают. Если молоко заканчивается, сенсоры определяют, что нужно заказать молоко. Начала уже пару лет Амазон делает кнопки, например, заканчивается стиральный баржок, мы называем кнопку, они соединенные с сетью, это уже интернет соединено, и у нас идет заявка на хорошо, заканчивая туалетная бумага на зону с заявкой здесь уже автоматом не надо человеку никаких действий принимать. Мониторинг транспорта сегодня уже Михаил говорил, вот эти устройства компания RESTEL TELEMATICS она, например, создает средства мониторинга и уже наша челябинская компания предлагает до 50% дешевле тарифы, если человек поставил такое устройство и доказал, что он ездит аккуратно и по правилам. Ну и вообще мы движемся от искусственного интеллекта к окружающему интеллекту то есть окружающие нас датчики в которых все больше камеры подключенные к интернету датчики движения датчики кислорода всего в смартфонах у нас микрофоны датчики это все у нас к окружающему интеллекту ведет среда становится насыщенной электронными устройствами которые характеризуют то, что они могут устраиваться везде хоть до стулах остановки умные все что угодно мы можем сейчас считать и удивляться вот уже эти датчики начинают в рамках контекста нашего жить какие-то данные для обработки больших данных и банки поставлять продавцам и другие кастомизации адаптируются они помогают наши потребности могут предложить какие-то необходимые для нас вопросы решить раньше того как нам это придется дать поэтому это хорошо что датчики помогают подключенные в сеть экономить наше время и так же в итоге это все идет к упреждению когда например мы еще кофе не захотели но уже по каким-то параметрам система поняла что нужно кофе и приведет нас к какому-то нужному геоху или например к какому-то банку что нам нужен расчетный счет и приведет или какой-то еще кредиту вот ну немножко сейчас расскажу про нашу компанию мы занимаемся мониторингом мониторингом энергоресурсов поставляем данные учета для энергетики у нас на базе своей собственной платформы телематик сервис сейчас мы разрабатываем нашел продукт платформа Energy Smart Contract это платформа на базе технологии блокчейн которая позволяет транзакции данных с приборов учета используя для расчета в цепочке поставок энергоресурсов и автоматизировать в итоге мы автоматически передаем данные помогаем делать начисления за энергоресурсы принимать платежи ЖКХ то есть это уже через нашу систему некоторые препятствия ЖКХ и банки встроены в нашу систему они уже сейчас принимают помогают автоматизировать расчеты и прием платежей ну и сейчас мы много слышим прямые расчеты в компании если почки расчета исключаются но вопрос что делать ресурсоснабжающим организациям огромное количество договоров вместо одного например может оказаться 2000 которые нужно обслуживать и здесь очень хорошо помогает решить этот проект в итоге наша платформа помогает предоставлять данные для учета данные для подчисления расчет в расчет в центр управляющих компания ресурсной компании и является данным предоставляем данным оператором платежной схемы платки как только мы с вами потратили сколько км мы видим сколько денег мы должны заплатить можно нажатием одной кнопки заплатить в итоге у нас появляется сеть с искусственным интеллектом telematic сервис нейронная сеть устройств которые начинают взаимодействовать окружающий интеллект помогает жить более комфортно не получать больше тепла чтобы электричество могли экономить система энерговижн она помогает это облачная система счетчики начинают подключаться к интернету подключаться к системам управления климатом ресурсопотреблением наших квартир наших предприятий и в итоге эта система помогает адаптировать под нужды наших домохозяйцев или бизнес для наших смарт-контрактов всех кто на нашу платформу это некое правило технология блокчейн если система поставщики потребители службы которые являются поставщиками ресурсов они работают в рамках неких правил появляются достоверные данные для того чтобы билинговать посчитать и провести платеж у нас сеть строится запатентованная гость которую мы сами производим где банки хочу показать в такой схеме получаются приборы учета они уже не просто они становятся умными как мы говорили smart meters умные приборы учета к ним подключаются приборы учета электричества накопители сейчас вообще на рынке в часы пик тариф плавающий то есть можно покупать 1 рубль утром или ночью а на рынке в часы пик до 8 часов киловатт электричества может 6 рублей стоять 7 рублей поэтому накопители которые система развивает автоматически могут отдавать нам для наших нужд а счетчик может покупать даже сейчас эти технологии развиваются а счетчик может купить электричество и другие ресурсы в рамках дешевых необходимых цен и здесь идет развитие к тому что искусственный интеллект или окружающий интеллект я уже говорил про машинные агенты появляются микропрограммы встроенные устройства которые могут быть подключены к банковскому счету и без нашего подтверждения производить оплату за ресурсы для нас это экономия времени нужно сделать так чтобы мы могли доверять этим платежам в такой схеме здесь банки они от нашей платформы получают информацию о транзакциях счетчик сам покупает для нас нужные ресурсы производит оплату а потребитель здесь просто видит сколько он экономит как он потребляет и что он может еще сделать чтобы еще меньше в следующем месяце или система сама может настраиваться ну и естественно идет уже получается кредитная карта сейчас у нас банковскому счету привязана но ее в кармане а тренд идет потому что и карты еще могут быть привязаны к устройству например счетчик или холодильник то есть устройства начинают за нас принимать решения вот и банковский сектор и страховой сектор от этого скорее всего здорово будут меняться очень так же вот драйверы я уже сказал то есть технологии блокчейн развиваются точнее развивает государственная политика всех стран в обществе Россия тоже направлено на то чтобы энергетики и ЖКК менялись и все технологии и в нашем бизнесе тоже используются вот у нас есть уже пять лет опыта в этой сфере энергетики шпхи и есть действующие уже месяцы которые можно все время заканчивать скажем с крупными предприятиями энергетическими системами когда мы как раз интегрировали то что я уже рассказал спасибо за внимание если есть вопросы а можно в любом случае те презентации будут доступны онлайн давайте даже я задам вопрос вот зачем карты если там получение еще чеки сами еще отправляют и сами платят зачем карту в кармане я здесь карту привел это как такой образ того что она может быть виртуальной а на каком блокчейне делаете и на какой протокол используется для достижения консенсуса здесь платформа может быть ифириум а то что там блокчейн технология сейчас говорят в 3.0 это уже вопрос спорный но больше в 3.0 это уже когда машины являются только организацией всем понятно что такая технология блокчейн я думаю да то есть это некая распределенная сеть данных сейчас энергетические компании собирают данные то у них на сервере хранятся данные а по технологии блокчейн энергетическая компания может эти данные удалить и мы не узнаем сколько мы потребляли давайте вопросы из зала если есть вот этот момент добрый день спасибо за интересный живой доклад хотел спросить если вы уже блокчейн внедряете нету для идей криптовалюты или нету криптовалюты за киловатт за киловатт спасибо интересный вопрос я тоже этим вопросом интересовался нет ли необходимости создать некую криптовалюту но вчера блокчейн технологии обсуждались и хороший ответ для себя получил что пока нет необходимости если группа компании наши смарт-контракты это какое-то количество ресурсов снабжающих организаций сетевые компании потребители управляющие компании договорились присоединились к какому-то договору от договору и работают в рамках этих правил система уже сама начисляет и данным все верят потому что они не в какой-то у кого-то хранятся они в распределенной сети и если вот участники договорятся о том что давайте создадим криптовалюту для каких-то своих целей то тогда здесь скорее всего необходимость будет но пока нету банк в принципе наша система помогает банкам просто получить данные тут же билинговать выставить счет получить деньги заработать свою комиссию на транзакции и рассчитаться еще интересно что если какой-то провал финансово появляется например у потребителя не хватает на счете денег или у поставщика провал то банки могут овертрафт предоставлять и зарабатывать еще на микро за лаймов таких спасибо сейчас еще есть вопрос нет практический вопрос вы там говорили про такую интересную еще а там есть еще накопитель я так понимаю это работа можно использовать можно на акцию поставить дома грубо говоря да у нас уже мы поставили инвертор который может самостоятельно у нас скажем есть опыт есть жилой дом на нем стоят солнечные батареи нет проблема в чем что аккумуляторы пока дорогие стоимость киловатта с аккумулятора она пока соизмерима со стоимостью электричества рынка но рынок сейчас меняется то есть мы с вами начинаем даже физически мы сможем выбирать где купить и по чем купить и тогда мы можем каждый час тариф меняется и можем выбирать если у нас накопители 5 рублей а на рынке сейчас 6 рублей у нас уже это реализовано у нас компании строительной компании мы уже такие проекты не делали и работают такие дома но экономики пока в этом сильно не сидят в общем инновации спасибо большое Константин давайте спасибо сейчас к нам Наиле Замашкина расскажет что же такое межбанковский акселератор и с чем его едят пока сидел пока сидел уже еле сижу константин у меня идея я предлагаю выпустить токены расставить их например жителям одного на СЖ а реализовать они эти токены смогут только если заставить всех заплатить вы лиц отлично вообще легко с идеями да приходите спасибо большое у нас очень шикарные докладчики приобщаться я рассказываю об особенностях российской или меньшурной следы четверга пятницы меня зовут Илья Замашкина у меня есть больше десяти лет опыта в электронных платежных системах банков в прошлом году я решила что наверное стала продавать мобильные платежи в том числе и пришла строить акселератор поэтому чуть-чуть вам расскажу с другой стороны короче говоря классика венчуры конечно же подразумевает что компания которая вкладывается в стартап рискует очень сильно скажите мне пожалуйста кто в зале представляет из себя стартап ну кто банкир в зале у вас почти я знаю количество стартапов у меня у меня даже идеи кончились кто в аудитории находится хорошо значит рискованная затея это так переводится венчур собственно с английского сейчас в россии венчурных историй мало кто приходит в голову когда вы думаете про венчурный капитал и венчурные инвестиции фри да мне кажется больше наверное на рынке так вот чтобы постоянно кто-то дарил эти инвестиции нету про риски я уже сказала что нужно проверить их стартапа вы вот смотрите на слайде и собственно инструмента для быстрого прогона стартапа по вот этим секундам к сожалению все это делается вручную для всего этого нужны аналитики специалисты с стартапом долго-долго общаем выполняют длиннейшие анкеты у нас для заявки в оксинератор 29 пунктов анкеты честно я долго думала как ее сократить 29 это все что мы смогли сделать вот и собственно возможно есть российский венчур в ближайшие 2-3 года мы увидим какие-нибудь новые истории никто не умеет пока его готовить возьмите а нужно отлично значит мы когда начинали проект мы думали собственно чего не хватает тем же вечером инвестициям и почему так мало компаний выживает даже те которые получили эти инвестиции мы собственно наверное не открыли Америку мы ее только как это нашли свою версию этой Америки пилотный проект проектом очень не хватает пощупать рынок и не просто посмотреть на него знаете страны построить мулан а реализовать первые пилоты показать я умею я могу у меня классный экзекьюшн вообще крутой я умею брать деньги за то что я делаю это вообще идеальный вариант мы мы нашли ну недолго искали правда компанию Аксенчи я думаю что все вы знаете там Аксенчи это только в IT технологиях IT архитектуре IT разработки такой же консалтер мирового уровня мы мы смотрели на акселераторы Аксенчи и поняли что они делают акселераторы просто для своих клиентов и клиенты по большей части банки они даже не берут собственно денег с банков хотя бы друзьями и делают акселераторы чтобы искать новые идеи новые продукты для банков вот такая вот история то есть кроме того что консультируют еще ищем стартапы и мы взяли такую модель и реализовали ее в российском на российском рынке чего мы успели сделать с декабря прошлого года мы очень хорошо пощупали этот рынок мы специализируемся исключительно на финтехе другие стартапы нас не интересуют по ним как раз есть другие специалисты на рынке стартапов мало исключительно мало и мы конечно же волнуемся что сейчас такой полтора мы их вынем все уже поэтому мы параллельно начали заниматься проектным обучением чтобы прямо со институтской скамьи со школьной идеальной вариант но пока мы к школам точно не подошли пока со институтской скамьи чтобы молодые предприниматели не фантазировали а занимались реальными какими-то вещами какими-то экономикой как делом и реализовывали свои продукты на рынке они где-то там в голове или дома или в институте один акселератор мы провели пять банков и мастер-карф мы участвовали в ноябре мы начинаем еще два потопа как раз для новой компании и блокчейн да у нас есть уже партнеры которые нас поддержали поэтому мы открыли уже набор стартапов в эти акселераторы что мы сделали за межбанковский акселератор 11 пилотных проектов то есть у нас был единственный KPI за 12 недель нужно запустить пилотный проект как вы думаете как вы думаете Михаил Иванович 12 недель это много для запуска пилота достаточно как вы думаете это много или мало 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 быстро это безумно мало слушайте чтобы банк выпустил пилотный проект в 12 недель они могут по 24 месяца выпускать вообще-то 12 недель мы бежали очень быстро у нас были специальные трекеры которые бежали вместе с командами которые заставляли их двигаться очень быстро у нас были понятны менторы из банков кстати ну прям кто интересуется акселераторским движением на прошлой неделе закончился телеком идеи МТС у них такая экспресс-программа вообще 10-дневный акселератор я там работала трекером и конечно у меня был такой некий скепсис думаю фига себе 12 недель там просто порвались выпуски чтобы что-то сделать что можно успеть за 10 дней я вам могу сказать что за 10 дней можно сделать очень много всего важно чтобы компания была готова работать с этим и это было круто правда результаты публичные можно их почитать большая часть пилотов платные это как раз информация для стартапов если они волнуются что их выучат и еще и заставят бесплатные пилоты делать нет мы не оставляли эту договоренность на совести самих стартапов больше половины договорились о платных пилотах тренды конечно же поддержу коллег основные тренды которые сейчас заметны скажите себе стоимость хотя я думаю что это вечный тренд но сейчас он как-то особенно важен и персонализация отношений с клиентом о да я это слышала и вам да это оно то есть сейчас все вот эти вот машины искусственный интеллект автоматизация роботизация направлены именно на персонализацию отношений с клиентом по автоматизации мой преподаватель в институте говорил как это бардак можно автоматизировать просто это будет автоматизированный бардак поэтому к сожалению нужно сначала эти бизнес-процессы очень хорошо настроить и отстроить а потом автоматизировать непонятно что получается в общем автоматизирован непонятно что уже есть проект идентификации по голосу и распознавание эмоций как клиентов так и сотрудников банков и тут я вам не очень долго расскажу про Финополис который прошел в октябре в начале октября это форум инноваций который проводит наш Центробанк России там был конкурс стартапов во второй день этого форума первое место взял проект The Way как раз персонализированных отношений с клиентом как он работает можно посмотреть в приложении для Санкт-Петербурга которые не сделали к сожалению пока не сделали для Москвы сделали а второе место взял проект как раз распознавание эмоций на лицах собственно он уже работает отделение почты России на Арбате точный адрес я вам не скажу ну в общем надо найти хитбук называется второе место и собственно там были призы три миллиона два миллиона один миллион ДП оценил инновацию в общем дал ей право на жизнь поддержав еще и деньгами да вы смотрите я прям шторю собственно Михаилу чтобы думать о высоком о чем-нибудь там великолепном и космическом потому что правда иметь порядок и очень хорошо отлаженный процесс ежедневно наш летний акселератор как раз был посвящен совершенно обычным вещам банки парятся о споринге банки парятся о том чтобы быстрее принимать решение но они понимают что у них не хватает информации для быстрого решения то есть они пока что даже не могут сильно заглядывать туда куда-то там 3-4-5 лет вперед они просто решают сегодняшние проблемы они думают как сделать сегодняшние процессы лучше чуть меньше чуть меньше по стоимости и просто человечные спасибо кому как стало ведущим внимание в то время стекло это наши свежие акселераторы в шуртех 22 ноября блокчейн 28 ноября вместо визитки работает фейсбук присоединяйтесь Михаил Иванович сразу зовут в шуртех акселераторы обязательно дискутируем насчет полей банков все хорошо чувствуем следующий банковский акселератор будет в марте следующего года спасибо вам большое я готова услышать есть вопросы? нету есть тут а кто в зале проходил акселерацию где-нибудь в каком-нибудь акселерации первые ваши вопросы я здесь я понимаю что банки им все не нравятся и вопрос как известно с 1 января в Европе все парки обязаны открывать открытые акты чтобы компании использовать данные и строить проект 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 16 16 Это круто. Но у меня встречный вопрос. А что вы сделали, например, с АПИС? Банки выдают свои АПИС. Ну, правда, выдают. Если вы пришли и попросили, он вам дар с АПИС. Да, это не будет универсальный АПИС от АПИС. Ну, вы, например, на одном каком-то банке пропилотировались, вы уже показали там свои KPI, свою эффективность. У вас дошлась юнт-экономика. Понимаете? А если мы будем сидеть и говорить, слушайте, мне для старта не хватает, как там, помните, есть прекрасный димитиватор, боженька, да, не знаю, там, солнышко, воздуха чистого и капельку росы, и еще, на всякий случай, 42 миллиона долларов. Вот. То есть если мы будем ждать 42 миллиона долларов, то и не дождемся. Не дождемся. АПИС дает свои банки. Да, это не так удобно, как универсальный АПИС. Я не уверена, что это успеет сделать за 2017 год. Но, смотрите, это все же движется. Причем, если вы только слушали какие-то выступления Эльмиры, Эльмиры Биульной, она говорит совершенно простую вещь. Вы говорите, понимаете, я не могу разрешать все ваши кондавации, все ваши идеи, которые там приходят в голову рынку, или вы привозите, да, оттуда из-за границы. Потому что я как раз стою на защите пользователей, простых граждан, о которых как раз мы слышим, и я согласна с коллегами, у которых финансовая грамотность пока очень низкая. Понимаете? Это как человек купил биткоины по 1000 рублей в метро. Уже-то дешево. Поэтому, да-да-да, это недорого, надо было брать больше. У нас еще один вопрос есть. Да? У нас еще один вопрос есть. А, пожалуйста. Сейчас АП-э не закончили, по-моему, это было про открытые АПИ. Потенциальная история, что появится какой-то нейрологий ГАН, если все откроют АПИ и подразоберет весь этот акт. Слушайте, ну мы у нас, собственно... Я тоже про это перебору рассказываю. ...будет рассказывать про ГНЕЗД-2, у нас она пока не работает. У нас нет пока опасности вторжения на рынок какого-то глобального конкуренции, на правду. У нас тут, в общем, свой между собойчик. Ну, я думаю, о будущем. Да. Будущее так быстро меняется, что я бы не загадывала, но слишком долго. Спасибо вам. Нелегко, спасибо. Я считаю, что FinTech Lab очень важную роль несет в создании финтех-инфраструктуры России. Вот хотел уточнить по поводу акселератора по блокчейн-проектам. Что за проекты вы взяли, какие проекты, может, просто расскажете более подробно. И хотелось бы узнать, вот, прошлые проекты, какие вышли. Может быть, чем-то похвастаетесь. Какие-то яркие, интересные проекты. И какая их история, этих вот, проектов, обычных акселераторов. Спасибо. Я постараюсь. Ну, я думаю, это при этом быстренько. Очень, очень. Смотрите, алгоритм нашей работы в рамках акселератора следующий. Мы сначала берем партнеров, вот, например, банки и мастер-карты. Диагностируем их, куда они хотят применять стартапы. И только под их запросы ищем стартапы. То есть мы не набираем сначала стартапы, а потом под них ищем партнеров. Потому что заказчиками являются у нас банки. Это про каких был чейн-проекты мы взяли. Пока никаких. Они как раз все в отборе. Второй вопрос про... Прошлые проекты. Прошлые проекты. Из 11 пилотов идентификация по голосу 97% попадания. Оказывается, 7% звонков приходящих в банк не имеют в пол-центру отношения. Это звонят сотрудники или родственники работающих людей. Или, не знаю, мама-сыну. Поэтому 7% звонков можно даже не переводить на пол-центр. Идентифицировали по голосу и отправили по дом-камерам. Вот. Это один пилот. Распознавания лиц у нас не было. У нас было целых 3 проекта по скорингу. И один как раз запустил выдачу микрокредитов на основании собственного скоринга. А скоринг в стране портрета по MBTI благодаря соцсетям. Друзьям друзей и так далее, тому подобное. Да. Спасибо большое. Быстро похвасталась. Спасибо большое. Я расскажу про мобильные финансовые сервисы. Ну, не с точки зрения технической, а больше с точки зрения жизненной. На самом деле это действие пропущающее тоже. Но которое сейчас пытается в Европе регулироваться. И поэтому, ну, рано или поздно, мы тоже к этому сойдем. Вот. Соответственно, что такое PSD-2, наверное, что такое PSD-2 сейчас объяснять, и надо рассмотреть на эту сервису. Но в целом это некий макет регулирующих документов, который говорит, что такое банки, что такое компании другие, которые там финансовые, кредитные и так далее. И сейчас, ну, сейчас европейские банки уже в 2018 году обязаны соответствовать PSD-2 директиве. Вот. Что такое PSD-2? PSD-2, да? PSD-2, ладно, давайте. Папошок. PSD-2 директива говорит о том, что... Ну, некоторые вещи, которые я хочу здесь, так сказать, отметить, это, во-первых, банки должны обладать открытым описанием. То есть, они должны отдавать данные о людям. То есть, понятно, что в России 152 ФЗ и все такие штуки, да? Вот, но тут вообще никому ничего не отдаем, даже Facebook нельзя отдавать. Вот. Плюс PSD-2 вводит очень хорошее положение по EASP и PSP. PSP-2 это те, кто иницирует платежи, по сути, некое положение платежных систем, внешних, да, в отношении к банкам. EASP-2 это те, кто владеют информацией о аккаунтах, ну, по клиентам, по сути. Вот. Что это означает на практике? Вот, давайте совсем по-простому. Это означает, что появится целая куча финтех-компаний, вот, которые сможет смотреть на разные аккаунты в разных банках, ну, на разные счета в разных банках, вот, агрегировать эти данные, что там обрабатывать их и так далее, и так далее, и предлагать некие услуги, в том числе финансовые, в том числе, там, по электронным, с деньгам и так далее. И, соответственно, к 2020 году PSD-2, ну, понятно, понятно, что это сейчас не точно, она еще там регулируется, чтобы работать с европейскими банками, любому банку, нужно быть PSD-2 онлайн. Вот, то есть тоже иметь открытые ID, тоже отдавать, тоже работать с источниками данных внешними, и тоже, как бы, в PSP работать, потому что, ну, как, в любом не происходит. Соответственно, это, кстати, вот статистика, она тоже открытая, это статистика компании Accenture, которая провела данные, ну, понятно, что она провела вопросы к Европе, в Европе, и 10% платежей в 2020 году не будет проходить через банки. Вот. Статистика косвенно подтвердилась в Азии и в Америке. Вот. Более 50% сказали, да, это хорошо. Ну, это банки сами себе намудрили, так что, вот, как бы, 50% готовы отказаться, в принципе, от банков, да? Вот. И более 30% вообще готовы отверять свои данные спокойно не банкам, пожалуйста, а тех компаний. Ну, у меня там еще был вопрос такой, собственно, что делают большие компании, есть же Visa, MasterCard и так далее, да? Как, то есть, есть же какие-то примеры, наверное, конечно, есть. В MasterCard есть такой проект Masterpass, наверное, слышали. Они, по сути, делают ровно это. Они говорят о том, что, вот, пожалуйста, у нас есть электронный кошелек, вот, и вы можете любую карту привязать туда, пожалуйста, мы все данные оттуда увидим, делайте, будете жить, делайте все, что угодно. Вот, никаких проблем с этим не будет. А, соответственно, почему там, ну, мы же все-таки про мобильные сервисы говорим, да? А, я, например, когда забываю дома кошелек, я никогда за ним не возвращаюсь, потому что он мне не нужен. Вот. Ну, лично я уже давно не храню. Вот. И... А вот за мобильным телефоном я, наверное, вернусь. Просто не забываю. И вот я сейчас даже сидел просто для... Смотрел на зал. Постоянно все с мобильными, так или иначе. У кого-то там жигнет, кто-то посмотрит, кто-то выйдет поговорить. Вы никуда не деваетесь мобильно. Настолько это вестесущая штука сейчас, что без нее как бы невозможно. Карточку можно потерять, выкинуть, забыть. Я не знаю. То есть, можно сжечь ее публично, да? Вот. Закрыв предварительно название банка. И ничего не произойдет, потому что она у меня уже в бюре есть. Вот. Или в Самсунгке, или еще где-то. Ну, я не буду об этом рассказывать. Соответственно, поэтому в PSD-2 на самом деле есть спор о том, что это очень сложно будет входить. Но те, кто сейчас уже на рынке, имеют лицензии хотя бы платежных систем уровня EMI, для них это открывает определенный простор, потому что, по крайней мере, в Европе люди смогут сделать финтех-компанию, которая будет объединять данные с разных счетов и пользоваться этим. И на самом деле, с точки зрения электронных денег, это хорошо. Для этого электронные деньги регулированы в России нормально. Ну, то есть, есть четкое понимание, что такое электронные деньги. Вот. И как им пользоваться. Я привел несколько пунктов, которые, по идее, должна обладать любая, так называемая, MMS, Mobile Financial Service. Понятно, что это приложение, да? И понятно, что я сейчас на самом деле не просто говорю о некой абстрактной системе, а говорю о неком проекте, который существует, имеет свой портатив и запущен в некоторых странах. И здесь, соответственно, более-менее понятные вещи, какие-то B2B-платежи, Payment to Government и так далее. Все эти презентации можно посмотреть, потому что времени мало, и немножко пик у них. Как же это работает? И, собственно, та компания, которая это сделала, это киборгский разработчик интернет-банкинга, и которые поняли, что на самом деле интернет-банкинг это клево, но этим занимается столько всех, а давайте мы сделаем MFS. И как это все будет работать вместе с PSD2, это вот, ну, примерно так. На самом деле, то есть все вы знаете, что такое Киви, кошельки в России, все это работает, что есть агенты, где вы можете пойти, агенты за терминал или, господи, любая там бредаиловая точка, которая может применять этот платеж, он поступает в виде электронных денег, вы можете точно так же и тратить. Здесь никаких, как бы, историй инновационных нет. Инновация там, грубо говоря, начинается в том, что компания не изобрела, а сделала двухсторонний BLE. Вы знаете, есть такая штука, какая Бекон, да, которая, когда вы приходите в торговый центр, она там считывает вас, что вы там, грубо говоря, прошли, да? Вот, и потом вам на мобильные приложения может прийти там какое-то там сообщение о том, что вот там зайди в такой-то магазин в BLE, они сделали BLE двусторонним. По сути, это там гостерминал, вот, который стоит, там, в раз в 10, наверное, дешевле, чем вот там Ingenic или что-нибудь в этом роде, вот, который работает просто по Bluetooth. Ну, как бы понятно, что там шифруется все. BLE – это Bluetooth Low Energy. А у вас есть кошелек, с помощью которого вы можете поплачивать в магазине и так далее. Вот, любые операции вы проводите между собой. Вот, понятно, что как только деньги уходят наружу, это становится, ну, как бы, сразу банковской операцией. Но это один из методов, грубо говоря, ухода от таких процессингов, как Visa и MasterCard, которые берут, как бы, деньги. Тут стоимость транзакции, по идее, доходит до там 0.2-0.3. Это, опять же, вот, то есть я не финансистом, поэтому 0.2-0.3 мне сказали, что вот так должно быть. Это вот, грубо говоря, модель, как это работает. Она более-менее понятна и всем, потому что так или иначе все делают. Ну, во-первых, здесь есть плюс в том, что не нужно иметь интернет, потому что ваш кошелек, он жестко привязан к мобильному телефону. Это раз. Во-вторых, применяется, естественно, в KYC. И поэтому, то есть, как бы, связка всегда жива. Поэтому, если даже у вас нет интернета, вы просто принесли, вот, вам пришло на телефон в приложение, грубо говоря, в KYC оффер о том, что нужно оплатить там продукты на 100 рублей, вы видите, да, оплачиваются, и обратно уходит, грубо говоря, там шипрованный торнер. Вот. И, в принципе, на этом все заканчивается. Потом, если у вас есть деньги на счету, то в касса, естественно, обратитесь к процессингу, и спросят, есть или нет, и вам придет обратно ответ. Вот. Ну, если сейчас там, чтобы зайти в банк клиента, то есть обязательно интернет будет. Можно, в принципе, без интернета оплачивать, а то, что в кассе должна быть интернет подключена, это у нас как бы законодательный процесс. И у меня там есть про, ну как, без блокчейна куда-то, да. Неинтересно, значит, без блокчейна, да. Ну, чуть-чуть подробнее тут расскажу. Наверное, все у вас есть какие-то программы лояльности, там, 48 карточек, кто-то это все засовывает в какие-то приложения, да. Вот. И мне, например, ну, то есть, и все это неудобно таскать с собой, кто-то принимает карточки, кто-то по телефону может, не может. Я давеча покупал машинное масло в магазине «Русь», вот, это вот прямо антиреклама, наверное, не знаю, как это назвать. И, ну, как бы, карточка где-то дома осталась, я говорю, можно по номерам мобильного телефона? Там, у меня, как бы, кассир сказал, так, нет. Ну, как, ну, нет, на нет и суда нет, да, ну, больше я на их груз не приду, да. Зачем? Это что за программа лояльности, по которой, ну, вот, невозможно воспользоваться? И, соответственно, мы придумали, вот, о том, что давайте мы, как бы, на базе, у нас же есть плачевная система. Ну, не бывает, у нас есть электронные деньги, по сути, платежи, которые, понятно, в разных странах, там, и в России, это рубль, вот, в Казахстане, это, там, тенге, вот, и в других странах, там, на Кипре, это евро. Соответственно, под этим, над этим строится некая программа лояльности, где мерченды бизнес, вот, выпускают на базе смарт-контрактов. Опять же, реконструируют себе некую, там, скидочную систему, или еще что они хотят, вот. Дабы не было, там, фрода и всего остального, естественно, наверху все это регулируется пиржевым токеном, поэтому, грубо говоря, то есть, стоимость каждый раз в разной валюте варьируется, вот, то есть, как крус-курс называется, вот. То есть, да вы, как бы, покупаете в токенах, вот, но на самом деле, каждый раз она разная, потому что у вас, вы живете в разной стране. Ну, как бы, с точки зрения, то есть, хлеб здесь и в Африке тоже все равно 40 рублей будет стоить. Ну, токенах разные, если с тем популярно, то, как бы, кто-нибудь немножко растет, токенов и так далее. Чем это удобно, как бы, акции, вот сейчас очень популярную сторону, ты приходишь, и тебе не говорят о том, что есть акции, вот, ты сейчас, вот, и, пожалуйста, воспользуйтесь. Вот, ну, как бы, не знаю, ритейлеры, наверное, склонны, не то, чтобы обязательно информировать, если человек уже стоит с продуктами на кассе, ну, нафига ему скидку давать, ну, вот, такая логика тоже есть, я постоянно встречаюсь с этим, вот, пока ты ему там не вытащишь или не скажешь, а вот акция, вот, он тебе может быть спокойно кассировать, он даже не думает про это, он просто проведет и все, вот. А идея в том, что, как бы, если эта акция есть, и ты под нее подходишь, ну, самый простой пример, там, день рождения, да, вот, не нужно спрашивать паспорта, как бы, клиент идентифицирован, известно, что у него, там, день рождения, там, если вы даете скидку, там, недели до, недели после, да, то, как бы, система и так узнает, она скажет, и в ходе того, что сама просто пробьет, и все, вот. Как-то так, я извиняюсь, мне тут уже сказали, с телефонными нельзя, ну, как еще по-другому время себе контролировать. А тут я описывал проблему, на самом деле, да, почему, там, программа лояльности не стартовала, очень много же агрегаторов было, да, ну, в России это было много рук, которые практически не существует, ну, может, существует, ну, как бы, не очень на слуху уже, да, малина тоже не очень на слуху, потому что очень много фродов. Идешь, идешь, баллы зарабатываешь в одном месте, а сливаешь их в другом месте, вот, в результате Биби сказал, ну, как бы, да, нам надоело, что нам за бизину не платят, давайте мы сделаем свою карточку лояльности, вот, и эти проблемы постоянно в разных странах, это абсолютно разные идеи, там, где-то программы лояльности уже вообще всем надоели, никто вообще не пользуется, вот. Есть исследования, на самом деле, как в разных странах, ну, не так, грубо говоря, на уровне Европы, Азии и так далее, какие важные факторы, вот, там, кого-то диспонд, кому-то мили и так далее, вот, опять же, здесь данные источники открыты, как бы, и презентацию тоже получите. И, собственно, как мы это решаем, я уже, в принципе, рассказал, вот, ну, здесь там описано о том, что автоматически при оплате можно будет скидки предлагать, воспользоваться какой-то из акций, вот, еще это не работает, этого нету, это только на бумажке, вот, грубо говоря, уменьшение там лени, человеческого фактора, кассир забыл, не забыл, вот, возможность P2P обмена между, ну, то есть, если вы из Монголии путешествуете в Россию, вот, и вам интересно получить какое-то предложение в России, у вас есть, там, грубо говоря, некоторое количество купонов, которые измеряются, ну, условно, в долларах, в 5 долларов, то на 5 долларов вы можете купить некий купон, который предлагают российские, вот, редейтеры, ой, в смысле, мерчатые купоны. Поэтому это все можно, грубо говоря, обменять. Это все очень сложно, там еще, понятно, очень много не проработано по фроду, по механике, кто кому платит, в какой момент комиссии берется, ну, грубо говоря, понятно, что это все прорабатывается, по крайней мере, реальной компанией, в реальной стране, вот, и они декларируют, что мы, так что, это что-то произойдет, рано или поздно. Ну, наверное, да, у меня все. Если есть вопросы, пожалуйста. Если есть вопросы, не только по тому, что я сейчас рассказал, а по любому другому выступлению, я помню, были руки, вот, пожалуйста, задавайте. Нет, уже забыли все, да? Вы, может, что-то спрашивали. Я не спрашивала, я хотела добавить, когда выступал Михаил, Михаил, задавали вопросы по агрегаторам, по-другому услугу. Я представитель компания «Салтех», мы разработчики как раз АП-платформы, интегрирующие порядка 17-ти кристалловых компаний, и разработчики нескольких агрегаторов, в частности, агрегатор туристического паркования, может, по-другому. Я хотела, в общем-то, ответить на вопросы коллег в части, куда идут вопщики и какие фишки, да, вот, в онлайне на сегодняшний день в этой области. Коллега задавал вопрос по персонификации, с этим еще все очень тяжело, хотя бы действительно сейчас наши сервисы позволяют людям, во-первых, посмотреть, что в едином, да, скажем так, окне, ориентированном, посмотреть, что предлагают страховщики в том или ином виде страхования, например, в том же туристическом, да, в виде страхования, чтобы не впаривали там вместе с туром, да, непонятно что, да, опять же, те же франшизы там и так далее. То есть наша задача все это разложить по полочкам, разъяснить, сделать, ну и реализовали это как конструктор, где человек действительно может выбрать и набрать для себя опции данного страхования, те, которые ему нужны, и не включать те, которые ему не нужны. Вот. И мы видим, что рынок движется этот, и работаем со страховщиками, и пока мы видим перспективу большую в улучшении сервиса. То есть это прежде всего, да, те же самые страховые случаи. То есть регулирование убытков мы очень хотим, чтобы оно двигалось в онлайн-среду, чтобы человек, да, у которого произошел страховой случай, мог в онлайне прислать пакет документов необходимых, и в онлайне же страховщик ему, да, рассматривает этот случай. Не нужно ехать в офис, не нужно кучу бумажных собирать справок и так далее. То есть, по крайней мере, в туристическом страховании к этому медленно, но движется. У меня встречный вопрос. А что вам мешает предложить такой продукт на рынок? Какой или продукт вам? Автоматическое урегулирование... Мы не страховщик, мы IT-ротработчик, все верно, но страховщики очень сильно зарегулированы сверху. КАСБ, контролирующие органы, законы о страховании и так далее. Да, но нет. В нашем случае, да. Мы двигаем к этому. Сейчас уже есть прогресс в части, например, что хотя бы первичный запрос документов по страховому случаю можно прислать все в электронном виде. То есть на нашем сайте есть такая возможность. Дальше страховщик их одобряет или не одобряет и уже взаимодействует с человеком. Дальше в любом случае оригиналы пока нужны. Тут можно дослать почтой, да, никуда не денешься. Но, по крайней мере, не надо ходить и стоять в учебе. Оригиналы нужны, но я не буду этого делать. Думал Тинькофф и стал делать рассылку банковских карт в конвертиках. А следующим конвертиком договор банковского счета. Коллеги, ноу-коменс. Пока мы сидим и думаем на них внедряем, как все будет так же двигаться. Мы стараемся тратить страховщиков. Тут добавлю, на самом деле, по поводу урегулирования онлайн и обязательно горизонтализации в чатном виде. На самом деле, уже прорабатывают законопроекции и все остальное, чтобы это делать через те же госослуги. Потому что, по заслуги, если подтверденная запись уже есть место оффлайна, где подтвердить себя как личности, для урожения пользоваться как некую электронную проработу, с элементарной, которая позволяет, опять же, не прибегая к бумажным делам, делать какие-то, например, какие проекты есть, где разрабатываются, надеюсь, в работе сегодня будет. Ну, я думаю, что юридически значим электронный документооборот еще у нас в очень зачаточном состоянии. Оно все двигается. Нет, не все так плохо. Ни все. А в многих странах этого тоже нету, да. Нет, а что отмазываться, никакого отношения, здесь ни один из нас не имеет государство. Ну, в смысле, кроме того, что мы здесь живем, да. Представлять сервис по юридически значимым электронным документам у нас умеет каждый соц.оператор, поверьте. Всем юрлицам Российской Федерации. А еще он умеет хранить чужие деньги. И при этом не являясь фантастическим черным. Это проект телоотношения не имеет. Знаете, у меня встречный вопрос с мамой. Вот я слышала про мизу и мастеркард, но ничего не услышала про СПК. Про 3% зачем говорить про это? Кто этим пользуется? Все транзакции в России у нас идут через СПК. Давайте жить в реальных 3%. Зачем говорить о мастеркард-пасс? Мастер-пасс? Ну, потому что они фигают эту тему. И это показатель. У них нет шансов. У них нет шансов. Где нет шансов? В России? Может, в России. Я не думаю, что российский рынок. Хотя у нас очень клевый и очень дешевый банкинг. И очень хорошие продукты. Но все остальное, как это все оборачивается. И тот, кто стоит на страже грамотности, точнее, без грамотности финансовой наших граждан России, почему-то никто не пытается их образовывать. Что мы с вами, как игроки рынка, сделали для того, чтобы образовать этот рынок? Ну, не знаю. Мы хотя бы говорим об этом. Что-то пытаемся делать. Давайте перестанем говорить, начнем делать. Так мы делаем все. Я думаю, здесь надо собрать, чтобы поговорить. Что уж. Есть вопросы какие-то? Мы уже как бы рекламенцию превысили, но я не думаю, что еще 5 минут кому погоду сделают. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Ну, тогда спасибо всем, что пришли. Благодарим. Всего доброго вам. Держитесь. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok